Добрый день! Мы продолжаем рассказ о подготовке выставки камерного портрета из собрания Музея Панорамы Бородинской битвы «Таков я был в минувшие лета». И сегодня мы хотим представить вашему вниманию два портрета. Первый – знаменитый портрет императора Александра Павловича кисти Герхарда Франца фон Кюгельхена. Портрет был создан в 1801 году. Это год дворцового переворота, убийства Павла I и восшествия на престол Александра. Герхард Кюгельхен был придворным художником Павла I. Его кисти принадлежат портреты как членов Российского императорского дома, так и портреты представителей петербургской знати. На портрете молодой Александр изображен в мудире лейб-гвардии Преображенского полка с лентой и звездой ордена святого Андрея Первозванного. Александр в треуголке – высокий, стройный, статный, белокурый молодой человек с голубыми глазами – был властителем сердец. Аристократ и либерал, одновременно загадочный и открытый, Александр казался своим современником тайной, которую каждый разгадывает по своему представлению. Наполеон называл его изобретательным византийцем, актером, который способен играть любую заметную роль. Сам же Александр считал себя счастливой случайностью на престоле царей и, с сожалению, говорил о состоянии варварства, в котором находилась страна из-за крепостного строя. Еще в 1790-х годах императрица Екатерина Великая выбрала для внука Александра подходящую невесту – баденскую принцессу Луизу Марию Августу. Перед вами гравюра, выполненная с известного живописного портрета французской художницы Элизабет Вежен Либрен. На портрете изображена уже не принцесса Луиза Мария, а великая княгиня супруга Александра в православии Елизавета Алексеевна. Торжество в честь бракосочетания Елизавета и Александра продолжались две недели. В Петропавловской крепости и Адмиралтействе парили пушки, во всех церквях звенели колокола, и перезвон этот продолжался три дня. «Психея соединилась с Амуром», – говорила Екатерина Великой об этом браке. А проницательный граф Ростопщин замечал, как бы этот брак не принес несчастья великому князю, ведь он так молод, а его жена так прекрасна. Сама Елизавета писала, «Без моего мужа, который сам по себе делает меня счастливой, я умерла бы тысячу смертей». «Счастье моей жизни в его руках. Если он перестанет меня любить, то я буду несчастной навсегда. Я перенесу все, все, но только не это». К несчастью так и произошло. Брак Александра и Елизаветы Алексеевны был весьма прохладным, и она часто чувствовала себя одинокой. Гравюра выполнена в 1798 году известным невецким гравером Иоганном Себастьяном Клаубером. Клаубер был профессором и руководил гравировальным классом в Императорской академии художеств в Петербурге, и впоследствии воспитал целую плеяду известных русских граверов. Портреты Александра I и Елизаветы Алексеевны можно будет увидеть на выставке камерного портрета, таков я был в минувшие лета, которая начнет свою работу в апреле этого года в Музее Героев Советского Союза и России.